Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Бургана. Три новых трактора пополнили парк сельхозтехники Республиканского аграрно-технологического колледжа. Здесь есть все условия для подготовки специалистов сельского хозяйства. Архы стал местом встречи поклонников экстремальных дисциплин из разных регионов России. Сегодня глава Карачева Черкесия Рашид Тимрезов принял участие в форуме «Северный Кавказ-2022. Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Все участники форума выразили уверенность, что потенциал регионов СКФО высок. Как отметил глава Минэкономразвития России, с каждым годом округ становится более привлекательным для инвесторов. У нас есть все ресурсы для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Это и туризм, и сельскохозяйство, и промышленность. При этом новая экономическая реальность открывает для нас дополнительные возможности для расширения производств, развития туризма и других отраслей экономики с ориентацией на внутренний рынок, отметил Рашид Тимрезов. На фоне действующих санкций и продовольственного эмбарго российские аграрии заметно оживились. Не исключением стали и производители мяса. Кролиководство в России набирает обороты благодаря мелким фермерским хозяйствам, которые являются основными поставщиками крольчатины на внутренний рынок. Семья Пшмаховых из Аула-Эльбурган давно занимается разведением кроликов. Любовь к ним зародилась еще в советские времена. В условиях санкций производство будет только увеличиваться. В пушистом раю побывала Альбина Ламкова. О том, какие звуки издают кролики, обычно мало что известно обывателям. Считается, что эти животные молчаливы. Но диапазон звуков оказывается довольно широк. В данной ситуации это защита. Еще пищат крольчаток, когда жалуются на холод или голод. Всего на ферме 250 пушистых зверьков, не считая маленьких. Кролики – это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма полезного, легко усвояемого диетического мяса. Увидев их, вспоминаешь эту известную миниатюру. Ну а если серьезно, взяв на руки этого мягкого и пушистого животного, может возникнуть только одно чувство – восторг. Они такие теплые, красивые, что и хочется погладить и прижать к щеке. Ну кто же может устоять перед ними? Одна из тех, кто не устоял – майор Пшмахова. Все началось много лет назад, во времена существования совхоза Альбурганские, рассказывает она. Тогда его председателем был Карабит Шхаев. И помимо прочих животных, в нем разводили кроликов. На этой ферме она была оператором. И с тех пор судьба неразрывно связана с пушистыми зверьками. А когда совхоз развалился, наблюдался дефицит качественного количьего мяса. Но не в семье Пшмаховых. Майора Абдулаховна занялась кролиководством дома. Она трепетно к ним относится. Поэтому и трудно ферме в радость, который приносит не только прибыль, но и удовольствие. Мы подружились с вашим пушистиком. Они все такие спокойные? Конечно. Они как дети у нас. Спокойные. Они спокойные как хозяева или же по природе? По природе они. А роды кто принимает? Роды сами принимают мамы. Без вашей помощи? Без нашей помощи, да. Первые 20 дней самка практически самостоятельно кормит потомство. Затем крольчат переводят на твердый корм. А в возрасте 45 дней их отсаживают в отдельные клетки. Ну а если говорить только о прибыли в этой отрасли животноводства, то на это влияет ряд условий. Их содержание, качественное питание, а еще и порода. При правильном подходе можно организовать бизнес по выращиванию кроликов с нуля. И выйти на неплохой доход с возможностью диктовать свои цены на продукцию. А главное не зависеть от санкций. Труд в этом деле самый важный ресурс. На ферме у Пшмаховых содержат три вида пород. Калифорнийская, новозеландская и шиншилла. У меня на руках какой породы? А это новозеландская. А кто вам помогает в вашем нелегком труде? И насколько трудно вообще ухаживать за кроликами? Ну надо чистить, надо корм давать, надо всегда ухаживать за детьми. Вот маленькими пеленать надо их. Это внуки мне помогают. Вон внук вот стоит. Конечно же во всех начинаниях майор Абдулаховне помогает ее супруг Мурадин. Они прожили вместе 50 лет. И все делают сообща. Как в бизнесе, так и в воспитании детей. Главный по обустройству фермы он. Как максимальный вес его? Ну, бывает до шести большие. Все оборудование собственного производства. Легкое и простое в эксплуатации. Помещение защищено от морозов. Возле печки греется главный охранник – кот. Он специализируется в ловле мышей. Летом в помещении поддерживается оптимальная температура для разведения домашних животных. Кролики – самый скороспелый. Поэтому, когда приходит время, их реализуют постоянным клиентом. Помимо мяса, сдают и мех. В случае правильной организации фермы по разведению пушистых зверьков, кролиководство может стать успешным делом. Этот бизнес относится к категории перспективных. Ведь эти зверьки беспрестанно размножаются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. Аграрно-технологический колледж Карачаево-Черкесии, расположенный в поселке Аркен-Шахалар, стал одним из лауреатов национального образовательного проекта. Это уже позволило обновить парк учреждения несколькими единицами современной сельскохозяйственной техники. Подробности в репортаже Артура Махце. Эти три трактора прибыли в Карачаево-Черкесию как часть реализации федеральной образовательной программы. Республиканский аграрно-технологический колледж поселка Аркен-Шахал стал одним из трех победителей всероссийского грантового проекта «Молодые профессионалы» и получил субсидию, позволившую обновить собственный парк сельхозтехники. Нашему колледжу удалось на уровне Российской Федерации из 3600 колледжей стать победителем и обладателем гранта на оснащение учебно-материальной базы. Сегодня мы по итогам данного гранта получаем первый транш. Сегодня нам поступила новая сельскохозяйственная техника. Алексей студент колледжа. Можно сказать, что его руками среднепрофессиональному учреждению образования Карачаево-Черкесии удалось добиться столь высокого результата. Разумеется, при огромной поддержке педагогического коллектива, который воспитывает молодых профессионалов. Большое спасибо всем преподавателям. Благодаря им я и выиграл чемпионат WorldSkills молодые профессионалы. По мнению представителя республиканского Минобра, победа колледжа в национальном проекте образования позволит создать лучшие условия для подготовки в стенах учреждения специалистов для сельхозпредприятий. Создание мастерских – это часть большой работы, которая сегодня проводится в среднепрофессиональном образовании и направлена на подготовку специалистов высокого качества, профессионалов высокого уровня. И создание современных мастерских и мастерские современные – это, наверное, та практическая площадка, где будут проходить обучения студенты в соответствии с мировым уровнем. Победа победой, но куда важнее, что у студентов колледжа появилась возможность задействовать в образовательном процессе самое современное оборудование. Замена устаревшей техники на новую и практические занятия с ее применением – своего рода подарок всем воспитанникам учреждения, которые в будущем планируют связать свою профессиональную деятельность с сельским хозяйством. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Похоже, весна наконец вступила в свои права. Сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. Слово нашим синоптикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При покупке билетов на сайте «Цирка» и по промкоду «Шоу Цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемеля» продлятся до 17 апреля. Чавыча, семга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 30 по 3 апреля в Доме предпринимателя, город Черкесск. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Организацию проведения предстоящих праздников 3 мая – День возрождения карачаевского народа и 9 мая – Великий день победы – обсудили в администрации станицы Сторожевой. Хочется, чтобы эти торжества были наполнены традициями и обычаями предков, чтобы подрастающее поколение лучше знало свои корни. Такую задачу поставил перед членами Оргкомитета глава администрации Сторожевского сельского поселения Султан Чочаев. Аулы Ильич и Яков Бубаши входят в состав Сторожевского сельского поселения и руководители трех домов культуры этих населенных пунктов уже не в первый раз собираются в этом кабинете, чтобы обдумать, как интереснее, колоритнее и лучше организовать предстоящие и значимые для жителей республики праздники. У нас в планировании много мероприятий. 3 мая – возрождение карачаевского народа, 9 мая – Великий день победы. Для нас построили прекрасный дворец культуры. И мы хотим это все провести на высшем, на высшем уровне, чтобы народ отдыхал, забыли пандемию и все нехорошие, чтобы проблемы остались в прошлом. В Архызе прошли соревнования по горнолыжному спорту. В числе участников были не только представители регионов Северного Кавказа, но и поклонники экстремальных дисциплин из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга. За состязаниями наблюдал и наш корреспондент Артур Махце. В Архызе на днях было очень жарко. Глядя на показатели термометра и стелившиеся по склонам снежное покрывало, в подобное верилось трудом. Однако увлекающимся экстремальными видами спорта мерзнуть некогда. Для них здесь организовали соревнования по горным лыжам. Сперва на старт за Кубок Архызенок вышли ребята 6-12 лет. Затем свой класс показали старшие, в том числе инструкторы и бывшие спортсмены. В сумме у нас за этот сезон стартовый, такой пилотный, мы увидели в протоколах больше 100 участников. Это многоэтапные старты по всей России. И подали заявку на то, чтобы в Архызе такой этап также на следующий сезон состоялся. Проведение здесь состязаний подобного уровня стало возможным благодаря поэтапному развитию как самого курорта, так и внедрению нового оборудования, в том числе системы хронометража. А увидеть горнолыжный турнир в деталях помогли коллектив школы инструкторов Архыза и персонал фото- и видеослужбы. Без их умения в экстремальных условиях выбрать нужный ракурс было бы намного труднее показать всю прелесть этого вида спорта. Организаторы соревнований дали возможность принять участие в борьбе за призы различным возрастным категориям, поделив их на несколько групп. Дети могли сделать бесконечное число попыток. По итогам лучшие из них и определялись лауреаты состязания. У старших, разумеется, всё по-взрослому, в соответствии с правилами крупных соревнований. Каждому участнику было необходимо провести успешно обе попытки на разных, но одинаково сложных трассах. Лучшие определялись по сумме двух спусков. Матвей Киреев приехал в Карачаю-Черкесию из Воронежа. Говорит, что в Архызе ему всё нравится. Даже не тянет посещать другие, в частности, зарубежные курорты. Мне понравилось всё. Я сюда езжу седьмой год. Единственная проблема на трассе была, потому что ехал последний, там был лёд. И я там упал. На этих соревнованиях у Матвея была персональная болельщица – его мама. По словам Татьяны Киреевой, архызские трассы ей нравятся своей доступностью для спортсменов различного уровня. Здесь можно совершенствовать свои навыки занятий сноубордом, горными лыжами. Мы здесь не первый раз. Мы иногда сюда приезжаем, мы любим очень это место. У меня сейчас в соревнованиях принимает участие младший сын, поэтому я группа поддержки. Я всем желаю участникам, главное, наверное, положительных эмоций и побед. Чем хороши подобные соревнования, так возможностью сравнить свой уровень подготовки с теми критериями, которые позволяют лучшим побеждать на сложных трассах. Среди тех, кто в этот день вышел на старт, были спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из регионов Юга России. Несмотря на то, что здесь тоже имели свои победители, назвать кого-то из участников проигравшими язык не поворачивается. Приехавшие на соревнования люди нашли время и возможность для занятия любимым видом спорта. Глядишь, в нынешних условиях, когда менее доступными стали некоторые ранее популярные зарубежные горнолыжные курорты, у Архиза появится возможность приглашать еще большее число туристов. Дальнейшее развитие и разумная ценовая политика помогли бы воплотить в реальность многие грандиозные, в частности, спортивные планы. Артур Махце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Таким был вторник, Карачаево-Черкесия, а прямо сейчас информационный вечер продолжит программа Владимира Соловьева. Оставайтесь на канале Россия и ждите вести. Субтитры создавал DimaTorzok